Геннадий, почему браки заканчиваются разводами? Этот вопрос нельзя ответить однозначно. Можно выделить только какие-то основные тенденции. Например, могут люди разводиться, потому что их ожидания не совпали. Часто развод – это результат того, что люди не умеют, не могут говорить друг с другом, говорить партнеру о своем недовольстве. В чем бы оно, какого бы рода оно не было, по разным сферам. Будь то воспитание детей, будь то бытовые проблемы, сексуальная сфера и так далее, все что угодно. Если они не умеют договариваться про это, то возникает такая стена отчуждения постепенно. Из маленького… Ну, как бы что-то немножко не договариваться, не договариваться, оно потом растет, растет. Вроде бы в один прекрасный момент человек обнаруживает себя в некоторой самой… Ну, изоляции, которая, мне кажется, она от меня отгородилась. На самом деле, ну, это совместное творчество такое, да. И в этом смысле какие-то конфликты семейные, они очень хороши, потому что у них можно проговориться. Чем выше умение, ну, как бы, входить в конфликт и спокойно проходить его, да, тем менее разрушительными становятся эти конфликты, да. То есть, если долго сдерживать, ну, я не знаю, представьте плиту на ней… Ну, чего там, как это называется, в чем суп парит? Кастрюлю, да, ну, скороварку, да. Если мы возьмем, ее закрутим и начнем там, ну, поддавать жару, да, она может рано или поздно взорваться, потому что там очень будет, ну, большое давление. А если сделать, ну, небольшое, как бы, ответить, то пар будет выходить, и все будет в порядке. Ну, как бы она будет там что-то кипеть, вариться, и из отдельных каких-то элементов получится единое блюдо, да. Так и, ну, может быть, в семейных отношениях. Стоит ли поддерживать отношения между бывшими супругами? Если развод наступил, ну, наверное, начинать новую жизнь, иначе, как бы, ради чего разводиться, да. Вот. Но это не обозначает, что не поддерживать отношения с прежним супругом, потому что, ну, особенно если есть общие дети, да. Так или иначе, родители навсегда останутся родителями своим детям, да. То есть мама навсегда останется мамой ребенку, и папа навсегда останется папой. Какой бы, ну, там, какие бы другие взрослые рядом ни оказывались, там, ну, я не знаю, отчим или мачеха, да, которые будут, может быть, и замечательные, более успешные, и любить будут, но все равно. Биологически отец – это то, что не изменить.